Здравствуйте! Продолжаем тему OpenLDAP. Я уже снял четыре видео, собственно говоря, сегодня пятое. Противационно хочу сказать, что если вы начинаете смотреть с текущего видео, не посмотрев предыдущие, вы сам себе злобный буратино и можете много чего не понять. Обычно так и происходит. Открывают где-то посередине, потом возникает куча вопросов, присылают их мне. Я говорю, вы первое видео смотрели? Говорят, нет. Я говорю, какие тогда вопросы? Напомню, план, который у нас был по OpenLDAP. Он, конечно, первоначально, он, естественно, меняется. Как это говорится, хотите размешать бога, расскажите ему о своих планах. Ну вот, да, план немножко понялся. Значит, во-первых, мы с вами установили на Rocky Linux 9, вот, и мы поставили версию 2.6. Почему я подробно объяснял в том соответствующем видео, где это у нас было. Дальше мы должны были заняться контейнерами, потом класть уже на контейнерах делать, но я подумал, что как бы это не имеет смысла, поэтому у меня немножко последовательность. Сегодня мы займемся кластером OpenLDAP, чтобы понять, что такое, как это делается, а контейнерами и кубером займемся уже в следующих видео, не в этом. Итак, кластер OpenLDAP. Ситуация заключается в следующем. В общем-то, нам с вами кластер OpenLDAP нужен для того, чтобы OpenLDAP засунуть в Kubernetes. Засугивать в кубер OpenLDAP без кластера, это, в общем-то, неправильно, именно логически, архитектурно, да по-всякому неправильно. Неправильная тема. Объясняю почему. Смотрите, LDAP это обычно база всей вашей системы, там хранится информация о пользователях, машинах и так далее. То есть, если в какой-то момент времени у вас LDAP вдруг по каким-то причинам перестает работать, то с вероятностью 90 процентов рушится вся остальная система, перестает работать. Вот просто тупо перестает. Она обращается к LDAP, у LDAP нет и, соответственно, дальше по цепочке информация никому не передается. Вот. Нехорошо, согласитесь, когда система не работает. Когда мы с вами засунем OpenLDAP в Kubernetes, то будет следующая ситуация. Да, можно засунуть всего лишь один под. Ради бога. Засовывать один под, там работает. Но все мы помним, что кубер, он занимается чем? Он руководит этими подами, контейнерами. Он в какой-то момент времени может переместить контейнер LDAP на другую ноду. При перемещении контейнера LDAP что происходит? Он запускает контейнер на другой ноде, да, ноде кластера запускает контейнер, а потом вот этот старый контейнер удаляет, а тот уже вводит в эксплуатацию, передает туда весь сетевой трафик. Проблема заключается в том, что OpenLDAP, как вы помните, как вы из предыдущих видео видели, он в бакенде использует файловую базу данных, она однопользовательская. То есть может возникнуть мысль сделать, что вот какой-нибудь сетевой там накопитель NFS, туда поместить эту базу данных LDAP и сделать два экземпляра LDAP, которые с этой базой работают. Нифига, так нельзя. И получается следующая ситуация, что у нас вот эти два пода, новый запускается, он запускается, там поднимается база данных, он еще не в работе, но какое-то приложение вносит изменения вот в эту старый еще работающий под. Буквально за 10 секунд до окончания сеанса вдруг кто-то встал и занес туда какие-то данные. Этот под выключился, тот включился, этих данных там нет. Вот такая забавная ситуация. Поэтому один под LDAP в кластере кубер это выставил себя в ногу, если не сейчас, то в будущем. OpenLDAP позволяет делать кластер. OpenLDAP позволяет делать кластера несколько типов. Но самый простой вариант кластера OpenLDAP это мастер-слейв. То бишь есть некий мастер, куда мы вносим какие-то изменения, он доступен и на чтение, на запись. И есть некий слейв, который с этого мастера тянет данные по мере там какие-то изменения. Соответственно слейв делают обычно доступным только на чтение. Ну потому что если вы сюда будете вносить какие-то изменения, это не есть гуд, потому что на мастер они не реплицируются. Вот такой вариант. Есть вариант мультимастер, когда вы делаете два мастер-сервера и к какому бы вы ни обратились, а оба доступны и на записи, и на чтение. Ну и соответственно они реплицируют данные между собой. Ну и третий вариант, когда у вас есть мультимастер, плюс еще куча слейвов, которые к этим мастерам обращаются и работают вот эти слейвы только в режиме только на чтение. То есть три основных таких варианта репликации, организации кластера OpenLDAP. Все три естественно мы с вами, не вру. Первые два мы с вами попробуем, третий мы с вами просто ну теоретически, теоретически увидим. Итак, что мы с вами сейчас будем делать? Значит мы будем делать на втором сервере на ROCKY2 слейв сервер. То есть мы сначала сделаем мастер-слейв, потом мастер-мастер и мастер-мастер-слейв мы просто посмотрим, как это будет делаться вообще. Значит на ROCKY1 у нас мастер уже работает, на ROCKY2 мастер нужно будет установить. Значит вот здесь установка второго сервера на сервер OpenLDAP подробно описана. Я сейчас ее показывать не буду, чтобы не занимать просто времени вашего и своего. Здесь все описано. Вот до этого момента я все сделал. То бишь на данный момент у меня работает здесь OpenLDAP. Вот он запущен, работает и все хорошо. Будем продолжать вот прямо отсюда. Первое, что мы сделаем с вами, это конфигурация мастер-слейв, то бишь будет мастер на ROCKY1, слейв на ROCKY2. Значит прежде, чем мы это начнем делать, есть небольшая засада, связанная с CN Monitoring OGroups DC Domain Group. Ну, грубо говоря, вот это наша группа CN Monitoring. Значит она, Object Class имеет Group of Names. Значит засада с этой группой заключается в том, что Object Class Group of Names имеет обязательный атрибут Member. Обратите внимание, вот он у нас есть. И когда мы с вами добавляли группу Fnames, мы сначала создали пользователя Monitoring, в котором, собственно говоря, и был вот этот, которого пользователя мы добавили сюда группу Fnames. Если попробовать создать группу Fnames без указания пользователя Member, мы получим ошибку. К чему я веду? Дело в том, что когда мы настроим с вами репликацию, в репликации сначала пойдет создание группов Names, а только потом уже пользу Monitoring. И мы получим ошибку при первоначальной репликации данных. Вот такая засада. Для того, чтобы ошибки с вот этой репликации не было, мы с вами удалим вот этот группов Names. Повторюсь, иначе если мы это не сделаем, у нас будет ошибка. Это не есть good. А для того, чтобы у нас заработала репликация, нам нужно будет включить и настроить модуль SyncProf. Значит, модуль мы уже загрузили. Когда мы делали с вами SlapDiv, у нас этот модуль там уже загрузил. Модуль имеется ввиду библиотечка, то бишь либо. Дальше нам нужно его включить. Значит, здесь есть ссылочка на документацию, которая рассказывает про данный модуль Syncreple. В принципе, почитайте ее сами. Документацию надо читать вдумчиво, пару раз, перечитывать, а не так, как вы смотрите видео на скорости полтора. Поэтому документацию почитайте за кадром сами, потом вам будет, наверное, интересно. Значит, дальше мы этот модуль будем включать. Включать мы его будем на базе данных MDB. У нас есть база данных в конфиге MDB. Для того, чтобы она у нас появилась, мы должны будем добавить запись olc-overlay, соответствующими обжи-классами. И добавлять мы это будем на обеих машинах. Значит, сначала давайте на Rocky1 мы это сделаем. Вот этот файлик. Он у меня там был. Остался, наверное, предыдущих опытов. Поэтому на Rocky1 там много чего может быть. Так, значит, мы его оставляем. Значит, параметр OLP session log управляет размером журнала сеанса. Его рекомендую делать чуть-чуть больше, чем у вас размер базы данных, которая у вас идет в OpenLDAP. Хочу сразу сказать, мы сейчас с вами делаем достаточно простой вариант репликации, когда идут напрямую запросы к базе данных. Есть второй вариант, как сделать мастер slave, то бишь репликацию мастер slave или мастер, в общем, репликацию между серверами OpenLDAP. Это через бинарные журналы. Есть соответствующий overlay, ну, то бишь, соответствующий модуль, который позволяет включить бинарные журналы в OpenLDAP. Ну, это как в больших серьезных базах данных ввести бинарные журналы изменений. И там уже, когда мы будем конфигурировать симпроф, мы можем ссылаться на запросы не к лдапу, а к бинарным журналам. Ну, повторюсь, мы это сейчас делать не будем. Ну, так, на всякий случай, зарубку сделайте. Если вот там серьезные репликации, большие данные, большие изменения, то, наверное, через бинарники все-таки будут, наверное, более лучше. Вам не надо будет делать вот это окно сессии очень большой, а брать только дельту из этих журналов. Так, ну, ладно. В любом случае, вот мы этот файлик здесь создаем. Это мы на роке 1, и, соответственно, должны его применить. Мы должны его применить. Значит, он пишет adding new entry, бла-бла-бла. Давайте проверим. OpenLDAP такая штука. Это такая штука, что может и не добавить. Значит, у нас вот здесь должен появиться третий. Вот файлик. Вот у нас появился файлик syncprof overlay. Вот он. Ну, соответствующим параметрам. То есть, конфигурацию мы его добавили. Я проверяю, на какие пожарные, потому что, повторюсь, OpenLDAP это... То еще ведро с гвоздями. Эти гвозди неожиданно могут пробить в самое уязвимое место. Так, и, соответственно, здесь мы тоже добавляем... Нет, давайте... Через, 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 через что? Synchrof Enable. Давайте лучше отсюда буду копировать, чтобы убеждаться, что у вас файлики сразу будут правильные. Отличненько. И, соответственно, уже на слоеве это применяем. Так, adding uentry, бла-бла-бла. Удостоверимся. OpenLDAP slapd.d cnconfig. Дальше у нас директория должна быть olc-database. 1.mdb. И где же у нас здесь наш файлик? Почему-то я нашего файлика здесь не вижу. Вот и здрасте. slapd.config.db. Я не вижу этого файла здесь. Почему я не вижу здесь нашего файлика? mdb1. Все дела. Synchrof Enable. mdb1. Synchrof Overlay модуль. Должен быть конфигурация. так, в конфигурации его нет, а должен появиться, а его нет, а должен появиться. так. Добавил overlasing prof.lc.database. Ага. Cannot create file. Database. Почему? Permission denied. Вау. Почему Permission denied? Вот это да. Прикольно. ldap, 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 ldap. ldap, ldap, ldap. Чё-то глядь. Непонятно. Сейчас глянем ещё раз. Где-то я ошибся. Где-то я ошибся. Так. Он запущен у меня с пользователя. Другой пользы ldap. Нормально. Ещё раз. ldap, ldap. Всем равно. ldap, ldap, ldap. И почему он не может создать там удивительное хри? ldap, ldap. Семён. 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 Сейчас. Я, кажется, знаю. Я, кажется, знаю. Ну, обгадайте, кто здесь был. Ну да. Ну да. Эх-хэх. Надо селинуксу дизейбл сделать. Скотин. Скотин. Подлец, негодяй. Отключимся линукс. Так. Мне теперь придётся машинку переделать, вернуть первоначальное состояние, то бишь удалить все базы и так далее. Значит, что мы сделаем? System. Это не было запланировано сценарием. Это всё вот так вот. ctl. Stop. Slapd. И давайте будем возвращать всё взад на начало. Начал. Так. OpenLdap. dap. Slapd. Значит, мы конфигурацию трём. Всю. Всю трём. В директории var. Здесь у нас кто? Здесь у нас simos. Директория. Здесь у нас находятся бинарники. Бинарную базу данных слоева трём. Потому что, ну блин, ну вот. А что делать? И сейчас мы с вами эту базёнку проинициализируем с самого нуля. Так как она у нас была. Придётся вернуться вот сюда. Так. Что нам нужно? Нам нужно сделать базёнку. Конфигурацию первоначальную добавить. Вот таким вот образом. Соответственно, передать это всё пользователю игру buildup. Чтобы они могли там шалить. Запустить снова сервер Slapd.conf. Вот. И теперь непосредственно уже SyncProv Enable сделать. Вот таким образом. И убедиться, что эта скотина там таки есть. Что всё хорошо. Дело в том, что он-то будет, Lapser отвечает, что SyncProv модуль сконфигурирован. Но, если вы его рестартанёте, и он будет перечитывать конфигурацию отсюда, то, соответственно, он, этот SyncProv модуль, вот этот вот, не перечитает, и он у вас не будет включен. Да, C-Linux. Я его не люблю. Но, ну да. Забыл выключить. Забыл выключить. Бывает. Поехали дальше. Значит, у нас у каждого сервера должен быть собственный сервер ID. Поехали сюда. Значит, у нас, по идее, этот файлик здесь должен быть. Да, сервер ID 101. А на слэйве он должен быть 102. Давайте убить. Кстати, на мастер-то я его отключил или не отключил. Не отключил, тоже будут проблемы. Странно, да? Вот вроде бы одинаковые машины. На мастере проблемы не было, а там вылезло. Пакет не родной для данного дистрибутива, и, соответственно, все фишки в нем не предусмотрены, в том числе политики всей линуксовской прописывать. Так, соответственно, что мы должны? Мы должны сделать ldav-modify и убедиться, что, да, действительно, у нас это все прописалось. Сейчас это первый раз будем проверять, потому что дальше, скорее всего, проблем не должно быть. Так, нас интересует cnconfig.div и здесь у нас должен быть вот сервер ID, вот он появился, сервер ID, все нормально, все прописалось. Так, отлично, это мы сделали на мастере, теперь сделаем аналогичную ситуацию на слэйве. Нам нужно будет файлик 02.ldav.id.div. Таким вот образом мы его того сюда добавим. Ну, вы догадались, да, у каждого сервер должен быть уникальный номер, когда мы говорим с вами о репликациях и тому подобное. Так, добавили. Ну, проверять не буду уже, ясно, селинукс отключен, все будет работать. Следующее, что мы должны будем сделать, мы должны будем добавить пользователя, с правами которого будет происходить репликация. Дело в том, что вот слэйв будет обращаться к мастеру, мол, сделай там запрос, отдай мне реплики, которые мы получим. Он должен делать с правами определенного пользователя. Естественно, мы делать с правами суперпользовать это не будем и заведем специального пользователя под названием REPLUSER. REPLUSER. REPLUSER.ldiv. Вот такого пользователя мы с вами заводим. Ну, что, это у нас Network Person. Ничего здесь интересного нового для вас, я надеюсь, нет. Соответственно, мы сейчас его добавим. Проверим, что у нас здесь появился он. Опять. Вот он, REPLUSER. Пользователь добавился. Дальше мы должны будем дать ему права на чтение. Соответственно, файлик REPLUSER.Write там есть у меня. Вот он, есть. Вот такого содержимого. Здесь важно, чтобы этот пользователь мог читать все. То есть, записывать ничего не надо, но вот читать он должен все, в том числе и пароли пользователя. Ну, то есть, вот этот вот параметр User Password, что у нас там закрыто по умолчанию для всех, кроме себя любимого, свой пароль ты можешь прочитать и для аутентификации, для суперпользователя. Здесь мы еще даем возможность читать вот этому пользователю. Применяем соответствующий параметр, соответственно, ищи олси. Давайте убедимся, что слабкод conf cn равно конфиг и дальше у нас олси, олси датабейс 1 точка лдив. Смотрим. BuyManager. Вот это атрибут user мы закрыли. И вот он у нас тут кто? Вот REPLUSER. Видите, я поставил его ноль, чтобы он добавился в самом начале этого списка, потому что у нас вот эти две записи было. Да, и это вот, модификатор ноль, номер массив или как-то, даже не знаю как правильно это назвать. Вот я его явно указал, чтобы раньше, чем вот это было. Запись, чтобы это работало. Хотя, честно говоря, я не уверен, что работает или не работает. Вернее как, играет ли значение, имеет ли значение порядок записей. Ну, на всякий пожарный сделал вот первый, да, сам нулевой добавил. А ну что ж, переходим к slave-серверу. Значит, на slave-сервере нам нужно, теперь будем включить репликацию. Репликацию мы включаем в конфигурации базы данных. Соответственно, есть такой параметр allc-sync-repl, который мы добавим в данные конфигурацию. Теперь по порядку, что это такое? RID, номер чтения, номер RID, ID 001, число. Дело в том, что ваш slave-сервер может читать данные с разных мастеров. Ну, допустим, у вас два мастера. Вот один, второй мастер. Вам будет нужно добавить две соответствующие, две записи single-repl. И внутри вот этого slave-сервера, это каждая должна иметь свой уникальный номер, свой уникальный ID. Вот. Ну, поскольку у нас здесь всего лишь одна запись, то и ID у нее первая. Если бы была вторая, ID был второй, третий, третий, ну и так далее. Надеюсь, это непонятно. Дальше простые параметры, очень простые. Это provider alldap, где мы будем, с кем мы будем, откуда будем брать реплики. Дальше bind method simple. Мы прямо пишем того пользователя, с правами которого мы будем обращаться на наш вот этот Rocky 1 сервер мастер. Пароль в открытом виде. Та-та-та-та-та. Какая досада. Ничего с ним не сделать. Пароль в открытом виде. Здесь можно было, конечно, на сертификаты перейти, но, честно говоря, лениво. Пароль в открытом виде. Да, здравствуйте. Ну, а что делать? Вот так вот. Дальше search base. Это дерево, где мы будем искать. Как видите, можно явно указывать, что можем реплицировать, допустим, на данный slave. Не все дерево целиком. Можем какую-то ветку, например. Почему бы и нет? Почему не разделить ответственности между slave серверами? Дальше scope sub. Это значит, будем читать всю ветку и все под ветки, то бишь sub. А вот дальше начинаются интересные вещи. О них поговорим подробнее. Тем более, я про них тут даже документажку написал. Начнем с простого, казалось бы, параметра check. Схема checking. Схема checking. Значит, если мы включаем его, делаем on, то каждая репетируемая запись будет проверяться на соответствии ее схеме на сервере получателя. О чем речь? Если off, ну, то есть, либо неопределим, по умному значению и по умному значению off, то проверка не будет происходить. О чем речь? Это важная штука, советую обратить внимание. Итак, как помните, у нас есть такое понятие object class. У нас есть схемы, object class и так далее. И если вы реплицируете какую-то запись с мастер-сервера и пытаетесь записать ее на свой сервер, полученные данные проходят проверку на соответствие данной схемы. Как вы помните, у схемы есть обязательные параметры, необязательные параметры. Они у нас обязательно описаны в этих схемах. И если здесь, не дай бог, какой-нибудь параметр будет добавлен в несоответствующей схеме, ну, он, в общем-то, запись не будет реплицироваться, и вы не получите эти параметры дополнительные, вы здесь, вернее, как неправильно сказал. Если вдруг по каким-то причинам здесь будут какие-то дополнительные параметры, которые не соответствуют схеме записи, эти дополнительные параметры у вас на ваш сервер реплицироваться не будут. Запись реплицируется, но без дополнительных параметров. В чем подводный камень? Вспоминайте модуль member of. Я вам в предыдущем видео показывал, что у нас появляется в поле для запись member of, бла-бла-бла, вспоминайте. Так вот, забавная штука заключается в том, что у каждой записи в сервере есть параметры, которые не соответствуют схеме. Служебные, которые делает непосредственно сам сервер. Вот это вот все служебные записи, служебные параметры, которые сделал opened up. В схеме их нет. И когда мы будем реплицировать к себе приключенные проверки схемы, вот эти дела туда не реплицируются. Ну вот, из этого набора репликации не будет. Проблема заключается в том, что параметр member of, он относится вот к этим параметрам, которые делает сервер. И если вы планируете использовать member of, а я планирую, потому что у меня программисты попросили, чтобы member of работал в моем пластере, то мне надо, чтобы member of реплицировался на слейв. Как это будет происходить? Я просто выключу проверку схемы. Ну, я надеюсь, что на мастере всякого такого откровенного не будет, что там все хорошо, и схемы проверять за мастером не надо. Следующий важный параметр это тип. Тип определяет тип. Как вот звучит, да? Тип определяет тип. Есть два варианта. Refresh only и refresh and persist. Refresh only означает, что ваш слейв сервер будет подключаться к мастеру, получать оттуда данные для репликации и отключаться. Через некоторое время он будет снова подключаться, получать данные и отключаться. Значит, вот этот интервал времени сдаётся параметром interval. Параметр имеет значение, имеет смысл только для режима refresh only. Второй тип это refresh and persist. Это постоянное подключение. То бишь, ваш слейв к мастеру постоянно подключен и синхронизация происходит, ну, моментально. То есть, в момент добавления записи на мастер. Как вы понимаете, это наиболее лучший вариант подключения. Есть, правда, одна засада. Засада заключается в том, что вот у вас есть подключение, но вдруг по дороге очень нужные работники-гастарбайтеры взяли и порвали кабель. Я сам лично один раз наблюдал из окна, читал как раз лекцию. Я тогда ещё работал на курсах компьютера, иногда было дело. Читал лекцию, смотрю в окно, а там, значит, рядом дом строят, и там, значит, толбят землю гастарбайтеры на тракторе. И вдруг такой бабах, вспышка, там, в общем, красота, неимоверный фейерверк, у нас пропадает свет. В общем, они магистральный кабель питания перерубили. Бывает. Вот. Так вот, вдруг у вас случилась такая проблема, что вы не можете достучаться до мастера по каким-то причинам. Значит, соответственно, вы должны повторить попытку подключения. За это отвечает параметр Retry. В параметре Retry вы пишете, вот пример, вы пишете пары, интервал повторных попыток и количество повторных попыток. Причём эти пары, вот, ну, можно добавлять. Тут написано, что мы будем раз в 30 секунд пять раз пытаться подключиться. Если не получается, то дальше раз в 300 секунд пытаемся три раза подключиться. Если не получается, соединение больше попыток не происходит. И для того, чтобы включить нам слейв сервер как слейв, нам нужно его перезапустить. Как вы понимаете, решение не есть good, не очень хорошее, поэтому мы пишем немножко по-другому. Мы пишем, что раз в минуту у нас будет попытка перед подключением бесконечно. Вот этот параметр Retry 60+, означает не то, что мне больше 60 лет, неправда я моложе, а то, что вот раз в 60 секунд мы будем пытаться подключаться к нашему мастер-серверу. И это хорошо, и это правильно. Еще один параметр, еще, который мы добавим с вами в нашу базу данных OLC Mirror Mode True. Вы знаете, я так и не понял, что это означает. Документация написана, что это сначала поддерживался ограниченную двухузловую систему синхронизации, потом включили расширенную, и для того, чтобы расширенная включилась, нужно написать True. Ну, я парень простой. Говорят копать, я копаю. Говорят не копать, я не копаю. Для чего это копать, я не понимаю. Вот тут написано, включить True, и будет хорошо. Я им поверил, включил True, и действительно будет хорошо. Объяснить почему, к сожалению, не могу. Может быть, в исходный код нужно лезть. В любом случае, нам сейчас этот файлик с вами нужно будет создать на слейв-сервере. И добавить туда вот эту информацию. Так, все, добавилось, все хорошо, все замечаемся. Ну, в принципе, все. У нас сейчас слейв-репликация должна была сработать, и если мы сейчас подключимся к слейв-серверу, вот у меня есть подключение к слейв-серверу, то по идее, опа, все эти записи на слейв-ы мы с вами увидели. То бишь, все данные реплицировались. Ну, а теперь посмотрим вот то, про что я говорил. Про member of вспоминаете? Значит, открывайся. Вот здесь мы добавим new entry. Что у нас member of? Это у нас group of names. Group of names. Добавляем. CN. Будем называть это monitoring. Это как раз вот то, что мы удалили с вами в предыдущем деле. Помните, я говорил, что пользователь, да, member обязательный параметр, соответственно, мы пользователя сейчас с вами сюда добавим. Окей. Добавили. Итак, у нас появилась группа of names, и вот у нас пользуется monitoring. Вот видите, этот member of, который появляется, он находится в параметрах, которые не описаны у нас схемой. Вот здесь. Соответственно, если бы я включил проверку схемы, то на слейв этот member of бы не реплицировался. Соответственно, давайте слейв глянем. Здесь мы должны перечитать. Monitoring. Вот, 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 мониторинг наш. Видите, добавилось вот этот member of групп of names, реплицировалось с мастера на слейв. И, соответственно, наш пользователь monitoring. Смотрим полные параметры. Видите, member of тоже реплицировался. Хотя, на самом деле, конечно же, схеме не соответствует, и по идее, по-хорошему, не надо. Но программисты просили, мы сделали. Значит, как это все работает? Работает это благодаря вот этому параметру entry.csn. Откуда узнает слейв, что нужно к себе реплицировать какую-то запись оттуда? Он смотрит тайм-код, тайм-штамп, когда запись была создана. И по этому тайм-коду, тайм-штампу он работал. Для того, чтобы этот тайм-код появлялся, для того, чтобы учитывался, соответствующий модуль мы с вами подключали. И, в общем-то, мастер-слейв у нас работает. Все замечательно, все красиво. Теперь режим мультимастер. То бишь, у нас два мастера в системе должны быть. Давайте вернемся к нашей схемке. Вот здесь она у меня тут нарисована. Режим мультимастер. Теперь, я надеюсь, будет понятно вот эти стрелочки. Помните, у нас был мастер на ROCKY1, и слейвом подняли на ROCKY2. И мы там сделали вот OLC-SyncRepl, который у нас реплицировал данные вот отсюда, с мастер-сервера. Для того, чтобы этот сервер тоже стал мастером, нам нужно делать так, чтобы остальные мастеры, которые у нас есть в нашей связке, они реплицировали данные вот отсюда. То есть, грубо говоря, перекрестная репликация, перекрестное опыление. То есть, мы должны будем на мастере добавить OLC-SyncRepl, но уже где провайдер ROCKY2. ROCKY2. Ну что ж, делается-то очень просто. Значит, мы должны будем на мастере создать вот такой файлик. У нас там все готово. У нас все модули загружены. ID-шники серверов построены. Все построено. Мы должны добавить только репликацию на базу данных на мастере. Замечательно. Идем на мастер. Файлик называется 0.1.0.0. Бла-бла-бла. Сюда мы добавляем... Я не буду расшифровывать здесь все то же самое, что и на слейве. добавляем вот сюда и применяем конфигурацию применяемся конфигурацию значит окей окей и что мы с вами сделали у нас режим мастер-мастер убедиться очень просто убеждаемся в этом очень просто идем на уроки 2 вот он на широке 2 удаляем сен мониторинг странно почему как-то показывает удаляем отсюда n37 мониторинг вот мы и удаляем соответственно у нас у пользователя мониторинг member of пропал соответственно да он не входит в эту группу идем на руки 1 здесь перечитываем на всякие пожарные все что есть убеждаемся что у нас группа пропала а у пользы мониторинг member of соответствующий пропал то есть мы сделали действие на втором сервере они перекинулись на 1 если мы сейчас на первом соответственно что-нибудь добавим ну я не буду показывать она будет точно также туда реплицироваться то бишь вот так просто мы сделали с вами режим мастер-мастер просто зашибись ну и третий режим это у нас мастер-мастер и куча слоев вы догадались да когда мы добавляем с вами какой-то слоев сервер мы должны будем там делать две записи олси синк репл 1 будет считывать данные отсюда другая будет считывать данные вот отсюда если вам нужно еще один слой в добавляете еще один слой в и вперед в принципе ну грубо говоря вам нужно будет добавить вот так вот то бишь если у нас третий слой мне просто эти машинки честно под рукой можно было конечно бабахать еще слой для нашего мультимастера но в принципе вот мультимастер плюс слой ну что ж я надеюсь все понятно как это все работает как-то все сконфигурируется надеюсь что в голове у вас это отложится потому что дальше в следующих видео мы уже займемся контейнеризации кубернетизации и перекидкой собственно open up в кубер для того чтобы все корректно работала как я уже в самом начале у нас кубере должно быть минимум два кода open up а причем они должны быть на разных нодах и они должны работать в режиме мультимастер то есть про тот мультимастер которым я вам сегодня рассказал ну что ж до свидания в следующем видео будет интересно